Продолжение следует... Но мы здесь были, так, 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 а вопрос, где мы, куда мы приплыли, почему мы здесь опять оказались. Признавайся. Так, ладно, я понял, я понял, мы пришли на мост, это передвижной мост, который в 9 миров, так сказать, он вращается, и попадаем в любой из этих миров. Ну-ка давай обойдем, мне кажется, здесь можно что-то еще найти. Все, я понял. Мы здесь были, получается, потом поплыли, и мы в итоге идем обратно. Ну, пошли, возвращаемся на мост, будем куда-то в другой мир перемещаться. Наша миссия здесь была зарядить лук, которым сейчас Атрей вот стреляет, и у него вот это магическое какое-то новое свойство появилось. Стоп. Это мы тоже читали, вроде бы. Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Нет, почему-то не читали. Почему-то не читали. И почему-то здесь валяется серебро. Как я не собрал-то? Ну, бежим, заходим. Заходим и будем перемещаться. Перед этой дверью ведьма исчезла тогда. Куда-то ее засосала обратно. Так. Куда будем вращать? Вот основная комната. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. В Мидгард надо, значит. Давай пробуем поменять направление моста. Мидгард это центр всех миров. Для возвращения в Мидгард нажмите треугольник. Ну, давай просто поворачиваем, посмотрим. Мир недоступен. Мир закрыт. У вас нет руны странствий. Мир недоступен. Ничего не доступно, по идее. Ну и все, делов, значит. Здесь больше делать нечего. Мир доступен. Альфхейм. Ну, это мы сейчас здесь. Мы возвращаемся в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Не знаю, пацан, твои догадки верны или нет. Я сам в шоке. Бать, батя в шоке. Ну, мы вернулись. Наверное, ведьма здесь опять появится сейчас. Пойдем, открываем ворота. Привычная местность. Вот и Брок стоит. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому блюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. А, значит, там был не Брок, там брат его был. А так, батя, как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее, наоборот. На, посмотри. Рукоять новая там. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Слышь, трюфель. Постоянство мастера. А уж этого у меня всегда было. Хоть отбавляй. Получится знак гномов. Он какой-то знак поставил свой. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик. Антварий. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в земсту, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы задаром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Антварий, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Душа из старых рук. Вводите в Велундернские рудники. Эй, Брок. Мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Цветой Хейндаль, ты знаешь, что это? Сердце древнего. Сердце... А, ну да. Это оно и... Живучий оказался. Да ладно. Огромного каменного монстра нелегко убить. Легко, поверь. Ну надо же. Труд завершен. Доступны новые рецепты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Пройти в ваших интересах. Я понял тебя. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Рассказывай давай. Ты знаешь много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче к делу давай. У меня работы по горлам отличие от некоторых. Так, ладно, надо алхимика искать. Пошли. Выходим. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию? Вернитесь назад через башню. Решай. Ну пойдем, сказано сюда идти. Ну мы попали вот где гора была, мы ходили там, это наш мир уже. Когда уплылись, пещеры видны. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Юго-запад. Хорошо. Так, ну-ка давай-ка с этими разберемся. Ай-яй-яй, здорово, Никки. А трей тоже стреляй давай. Я тебя научил. Давай стреляй, стреляй, пацан. Тихо-тихо, ты че тут подбежал ко мне? На. Вот так тебе. Во. Но они отличаются от других. Так, сначала он говорил, я вообще читать не умею. А сейчас он уже говорит, что эти отличаются. Давай заходим. Свет Альфхейма. Вернитесь к горе. Так, может ты сможешь уже прочитать? Ну почитай, ты же сможешь почитать. Ладно, бежим к горе. Так, эти все, эти пока не бездействуют. А то в тот раз столько яда здесь было. А куда, погоди? Погоди, куда идти? Стоп. А где выход-то? А, вот. Вот он выход. А зачем он, получается, нам пытается сказать, чтобы мы вернулись? Найти этого алхимика. И потом он нам сможет что-то сделать из этого зеленого кристалла, который он говорит там. И забрать у него надо. Ладно, идем, заберем. А вот и брат Брока. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнер. Скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы выдумали? Точильным камнем? Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Ну, давай, что-то разошелся. У меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнера. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Все что-то от нас хотят, что Брок хочет, что этот хочет. Пройдите в хранилище Фафнера. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. Так, а где это все найти? А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. Ладно, мы идем дальше. Может, по пути реально где-то и попадется потом. Давай залезай. А, подожди, кто это? Кто это опять? Откуда ты взялся тут? Сзади напал. Я-то думаю, что не залазит? А он просто меня бьет, поэтому я не смог залезть. Сейчас проверю. Подожди, ну нам в горе надо возвращаться. Здесь только проход. Все, бегом. Не попал. Еще разочек. Все, пошли дальше. Как вот это открыть? Так просто мы не откроем. Просто не откроем, но надо хоть какую-то подсказку знать, как открывать-то. Так, идем. Нам куда-то сюда. Ну мы проходили здесь. Просто возвращаемся. Ну мы почти вернулись. Здесь мы с обезьяной сражались. Есть серия, ребята, можете посмотреть, как мы с мартышкой с этой дрались. Огромная обезьяна была. И все, и мы вернулись, в принципе, к горе. Кто это вытащил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить... Снова черное дыхание. Что делать? Не знаю, сейчас будем решать. Я не знаю. Мы зарядили эту штуку. Вот сейчас оно должно все и рассеять. Это смрадное дыхание. Чернота. Да, ну-ка, подожди, поводить надо или что? Не соврала. Идем, закончим дело. Все, теперь мы можем пройти здесь. Как высоко-то, а? Там сундук наверху вижу. Ну ладно, свет этот нас выручает вообще четко. И ведьма молодец, она нас не подвела. Все как есть, так и сказала, как говорится. Все круто. Будем ей верить. Надеюсь, она еще жива. Потому что в тот раз она растворилась. Реально, за дверью ее куда-то засосало. Все, мы прибыли. Вообще, все рассеялось. Смотри, перестал. Светль Хейма. Выполнено. 3000 опыта, ничего себе. Поднимитесь на гору. Так, ладно, где, где, как? Как подняться? Сюда, что ли, прыгать? За что цепляться? Как я должен подняться? И сундук бы хотелось этот забрать. Топор откуда-то вообще издалека летел. А мы поднимались. Ступеньки-то были, ну, как бы. А, да. В темноте просто казалось, что они снегом даже не запорошены. Так, куда идти? Как я должен забраться туда? Не, ну, если куда-то прыгнуть. А, вот. Вот, все-таки, да, правильно. Не зря помечено здесь. Ну, тут тупо наверх. Не знаю, честно. А вот здесь опять пригодится эта штука. Включай. Включай свою волшебную штуку и идем вперед. 40 метров надо идти до цели. А, все, рассеялось. Ну-ка, осмотримся. Ну, мы его все, эту черноту всю убрали. Так, давай открывай. Так, я покручу, а ты еще что-нибудь поделай. На, вот это надо соединить, наверное. Ничего. А, что, ничего-то? Ну-ка, пацан может сначала что-то делать. Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте, не знают меня. Мы можем в камень выстрелить. Ну-ка, давай попробуем. Ничего. Ну-ка, в камень стрельни. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Сейчас попробуем разобраться с этой бессмысленностью. Ну-ка, надо все равно попробовать дернуть. И, и что-то не так. Еще надо камень один. Чтобы вот сюда вставить. А где его взять? Хорош орать, Леоста. Слышали, Леоста. Да, надо доискать. Еще камень. Ну, пошли, может, он где-нибудь тут валяется. Ах ты, ты что? Как так ты меня напугал-то? Со спины зашел. На. Где? Пацан на него налетел. На. Все, красиво. Легче, чем я думала. Вообще, легко. Ломаем все ящики, потому что может быть что-то интересное. Так. Камень надо. Камень. Так, а здесь? Ну, пробуем. Я не думаю, что она на одной. А. Это что, смола? В пещере? Странно. Как я должен пройти тут? Так, значит, я пока не умею проходить через такие штуки. А куда? Куда мне надо идти? Ведро. Ведро. Ладно, пойдет. Серебра много набрали. Ну, с камнем надо что-то придумывать. Нет, это какой-то затуп. Это какой-то затуп здесь. Ну, где-то же должен быть этот камень. А если я переставлю, попробую? Ну-ка, возьми. Ну, я, получается, задействовал там. Но уже это будет неактивно. Надо по новой стрелять. Ну, давай. Еще нужен один камень, чтобы это все соединить. Надо придется возвращаться. А там у нас был камень или нет? Так, и насколько я смогу вернуться? Я тебя понимаю, что на гору внутри там надо идти дальше. Но без камня мы там не пройдем. Как быть-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Обратно. Я не понимаю. Ну, я его на себе не затащу, если даже так найдем. Ну, чисто гипотетически. Допустим, мы найдем там камень. Я его не смогу заволочить. Нет, значит, что-то не так. Значит, наверху надо что-то делать. Давай еще раз вернемся. 65 метров куда-то вон отметку показывают. Давай пробовать там искать еще раз. В чем же там получилась загвоздка? Может, камень здесь где-то валяется, а? Давай пробежим. Нет, тишина. Ну, понятно, заходим. Ну-ка, может, оленю куда стрельнуть надо? Ну, толку, что я эти сосуды собью? Это все фигня. Как дальше-то куда идти? Так. А, вот же камень валяется. Ё-моё, как я так... А как я так просмотрел-то? Я затупил жестко. Вот же камень, все. Я что-то мимо хожу, даже не обратил внимания на него. Вот и все, вся загадка-то. Туда вставляй. Да, конечно, правильно. Че мы ходим с тобой туда-сюда? Пацан хоть бы подсказал мне. А, стоп, 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 не так. Надо было стрельнуть сначала. Отпусти. Вот теперь, совмещай, и все получилось. Тьфу ты, блин. Вот тебе и все, и до оленя сейчас дойдем. Как бестолку? Я что, тебе зря делал, что ли? Рисуй давай. Сейчас оленя живет. Эй, рогатый, ты что делаешь? Куда он? А, вон он нам нарисовал. Твои великаны снова нас испытывают. Это дверь, наверное, да? Пройдите через темные пещеры. Давай, раздвигай. Попробуй зажги. И че получилось? Не, я понимаю, все, можно идти дальше, что ли? Ты слишком малый для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Что ты смеешься? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Так, я понял. Надо че, подняться, что ли, опять? И куда? Ну, мы зажгли его. Ну-ка, стрельни еще раз. А дальше куда? Вон там что-то есть, смотри. Может, попасть получится? Так. И что поменялось? Что поменялось? Давай еще раз стрельнем в кристалл. Не-не-не, давай назад. Значит, там что-то открылось. Где-то еще что-то должно было открыться. Давай посмотрим. А вон еще одна так... Или нет, тут показалось. Может, еще раз дернуть надо? Нет. Не, ну открылся же вход. Че еще делать надо? Тут закрыто пока. Через эту штуку я не умею ходить. Так, давай разбираться. Там, значит, опять что-то надо сделать. Ну-ка, пацан, стрельни. А может, уже кристалл можно забрать? Хотя, если я заберу, наверное, все опять закроется, нет? Не, ну а мне он, в принципе, зачем здесь? Не зачем, да? Поставь обратно, значит. Ну-ка, стрельни. Да не попал. Еще раз. Он написал «Свобода» там. Как нам пройти? Так. Ладно, какую-то штуку мы там подстрелили. Сюда не лезет. Сюда не лезет. Ну-ка, развернись. Погоди. Я что-то сбил там. А что это было? Что я сбил? Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Я что-то сбил там. Ну ладно, а как перелезть? А, вот и все. Что делов-то? Затуп. Так, стоп. Давай, стреляй. Вот, все нормально. Эти стоят, не двигаются просто. Их рубить надо. Вот, идем дальше. Все спокойно. Кто-то идет по верху там. Так, тихонько, тихонько. Подожди. Ящики ломаем. Здесь все ломаем. По-любому серебро сейчас дадут. Ну вот, пожалуйста. Идем наверх. Ну-ка, стрельни. Хороший лук у нас, а? Все освещается сразу. И сундучок откроем. О, чешуйчатый браслет и концентрация. Редкий предмет, броня рук. А давай посмотрим. Это же синий предмет. Стоп, а я его уже поставил. Короче, все увеличилось, все нормально. Это были лучше, чем наши. Это третьего уровня предмет. Отлично. Пускай стоит. Хорошо, что забрели сюда. Идем дальше. А, вот мы с той стороны как раз, да? И, по-моему, и попали сюда. А куда теперь? Куда теперь? Может, пойдем дальше? Ну, пошли дальше. Только говори, куда. Так. Ну-ка, стоп. Понятно. Дальше куда идти? Двинуть камень надо. Давай, Атрей, верю в тебя. Молодец. Теперь мой выход. Рано, рано топор. Забрал. Стреляй. Эти сейчас будут взрываться. Ах вы. Шарные круглые. Блин. Атрей, стреляй. Да куда стреляешь-то? По ним стреляй что ли хотя бы. Так, никто нажал. Быстрее. Добивай. Зачем мне карту включаете? Получи. Куда ты увернулся? Атрей сейчас его добьет. Добивай. Все четко. Предлагаю аптечку взять. Атрей. Вельва. Призыватель. Эти вельвы умеют призывать кошмаров. То ли создают их с помощью магии сейдр. То ли просто достают из своих сумок. Интересно сколько кошмаров может поместиться в такой маленькой сумке. В общем там может быть их походу много. Надо их сразу прибивать. Этих вельв. Заберем и аптечку и серебро. Все забираем. Потому что успели побить меня. Так. Крутилки. Ну-ка ребята сообразим. Хорошо. Значит где-то сундук рядышком. Это что? Ну как что? Это мы уже такую головоломку решали с тобой. Что? Что? Вон сундук какой-то стоит. Как туда прыгнуть? Так. Мы просто так туда не попадем. Надо где-то обойти. Пойдем поднимаемся. А куда поднимаемся? Вот сюда поднимаемся. Ну-ка стрельни. Так. Подожди. Вот этот стоит. Не двигается. Можно сразу разворотить их. Чтобы они потом на нас не напали. И с этими можем разобраться. Ах вы ребятки. Подожди. Атрейд стреляй быстрее. Стреляй быстрее. Атрейд. Я сейчас топор возьму. И получается ребятам. Дам слегка. Ну-ка еще. Еще еще. Есть. Готово. Все. Так. Этому. Этому тоже надо. Стрельни. Да тихо. 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 Кто там? Топор. Сзади уже он меня бьет. Надо вот это вот убить. Топор. Да он сильный какой-то вообще. Где аптечку взять? Эй. Еще один кристалл. Так. Сейчас возьмем кристалл. Ну-ка сюда стрельни. Вот посветлее хоть стало. Давай-давай разбиваем все. Забираем. Что лежит? Новый артефакт. Вверх дном. Великаны, которые жили на этом горе, были великими мастерами. Даже эти чаши настоящие произведения искусства. Каждая из них по-своему уникальна. Интересно, сколько разных чаш мы сможем найти. Шесть, получается. А, вот чувак стоит. Так. Подожди, подожди. Там еще какой-то горшок стоит. В таких горшках иногда бывает что-то полезное. Ну пусть серебра маленько, но ничего. Все равно пригодится. Вот еще один. Там с каждого пособирать. Сколько же серебра можно набрать. Это что? А где камень-то? Покажи мне. Ты говорил, что еще камень где-то есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, идем. Вот, я не успел его ударить. Так бы, может быть, сразу разворотил его. Вот еще одна штука. Не знаю, какая там комбинация должна получиться. Надо сундук сначала найти. Где бы нам найти сундук? Так, я что-то уже заблудился. Мы что-то все бродим, бродим. Куда идти? Надо, наверное, вернуться. Не, не спускайтесь туда. Не, погоди, а мы же вернуться-то не сможем потом. Или сможем? Я думаю, надо разобраться с этими головоломками. Сначала найти сундук. Пошли, ты мне еще говорил, камень какой-то есть. Где? Мы еще вон туда не ходили. Вот крутилка. Вон камень еще есть. Стрельни. Вот, видишь, как все нормально. Здесь где-то сундук должен быть. Вот сундук, наконец-то. Так мы крутанули, прикинь, и все открыли. Нет? Не открыли? А как? А, надо подсветить. Подсветить, ничего не видно. Стоп. Как открыть сундук? Как открыть сундук? Где руны? Какие? Что нужно крутануть? Почему ничего не видно? Не, надо разобраться. Я хочу забрать то, что находится там, в этом сундуке. Ты что здесь стоишь? Еще один. Э, погоди, что я без топора? Готов. А, еще не готов. Вот теперь готов. Ты его сделал. Да-да, пацан, не обольщайся. Тут еще может кто-нибудь быть. Вот сюда стрельника. Надо что-нибудь зачитать. Мы что-то где-то пропустили с тобой опять. Камень где взять? Там кто-то бежит на тебя, по-моему. Я готов. Ты готов. Стреляй раз готов. Пацан, берегись. Пацан. Пацан. Где кристалл этот? Пацан. Так, как плохо это. Вопрос. Где раздобыть кристалл? Он мне сказал, где-то есть кристалл. Он его где-то увидел. Я что-то не вижу. Опять я не вижу кристалл. Так, куда? Куда? И туда как попасть? На тот сундук? Где-то еще валяется кристалл. Ну-ка подожди, вот этот не разбивается случайно? Нет. Дайте кристалл. Ну-ка подожди, давай-ка еще раз крутанем. Я не понимаю, как открыть можно сундук тот? Он ничего не пишет на нем. А, вон же подсветка на стене написана. Смотри. БНР. БНР. Пусть так запоминаем. БНР. Там кровью написано просто. Так, давай крутилку. Ну-ка. У тебя есть заданки. БН. Н есть. Н есть. Ф. Ф нам не надо. Р надо. БНР. Н есть. Р есть. Так, и где еще треть это? Так, Р есть. Третью я забыл. Третья где крутилка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка подожди. Где третья крутилка? Я же только бегал возле нее где-то. Так. Р есть. Н есть. А, вот здесь, по-моему, она. Вот она. Ну, не попал. Еще разочек. Да выше бей, а. Б. Есть. Все, можно идти сундук открывать. Но вопрос с кристал... Кристалл, ребята, вот он лежит. Вот он же, вот он. Получается, вот здесь, на этом подъеме. Все, сейчас мы его заберем. Так, сундук. Все, отлично, сундук открыт. Вот, оказывается, на стене все, были все подсказки. Кто бы мог подумать, да? Рог, это третий, по-моему. О, максимальная ярость увеличена. Все, мы увеличили максимальную ярость. Еще бы жизни бы еще разочек хоть увеличить. Хватаем кристалл. Ну, убери. Все, идем, вставляем, куда его надо. Так. А куда надо? Не сюда, не сюда. Темно, я уже запутался, куда тут идти. Так, пошли искать. Куда я его там вставлял? А, стоп. Там же, по-моему, наверху где-то. Давай наверх так же идем. Куда же его вставить там? Да, вон туда, все, правильно. И потом пойдем туда, значит, полезем, где яма с трупами была. Здесь что-то пацан должен зачитать. Давай-давай, пацан сейчас зачитает. Иди читай. А, подожди, надо сначала стрельнуть. По кристаллу попади, давай, читай. Слушаюсь. Любопытно. Так, новая легенда. Великая гора. Когда-то гора была холодной. Но Миледа и Антрес дали ей жизнь. Бродячие души из дальних земель. Нечуждые меда поэзии. Они искали вдохновение, нашли друг друга. И обрели друг в друге великую любовь. На вершине величайшей горы Мидгарда они построили тайный мост. Это место стало их домом и крепостью. Они жили здесь, свободные от пророчества, знающих лишь себе друг друга. Гора стала приютом изгнанников и творцов, йотунов и новых друзей. Подобно маяку, она влекла к себе все новые и новые души. Даже сейчас, прячась от бури, мы не должны забывать о зовущем духе горы. Кажется, раньше эта гора была замечательным местом. Моя мама очень любила поэтов. Так, я понял. Ну, теперь кристалл-то, наверное, уже нам не нужен, да? Мы можем его оставить. Пацан зачитал, все нормально, легенду нашли. Хорошо, идем дальше. Идем, проползаем под той скалой, где гора трупов, нам надо там проползти. Спускаемся. Так, а где то место, где оно? Вот здесь где-то, да? Вон, тут всех положили. Пойдем, Атрей. Мы здесь сможем нормально проползти. Сколько же их тут много-то, а? Фу, мухи, мухи летают. Тут страшно, ребята. Страшно пахнет. Смрадный запах. Радуйся уже. О, мы куда-то наружу вышли. Давай откроем. Статуя, мы перебрались. А, мы сюда, к коленю к этому попали. Давай-ка сундук откроем сразу же. Вон где мы проползли. Серебра 1281. Нормально, нормально. Так, что еще можно здесь взять? Ну-ка, сломать могу? Да, реально. И этого сломать могу. Можно и подзалечиться, в принципе. А, стой, залечиться нечем. Аптечки нету. Это была ярость там. Подожди. О, пусть читает. Этот язык я уже видел. Давай-давай, читай. Змей. Мы не можем говорить со змеем, но его враждебность к кассам не вызывает сомнения. Пока он существует, разрушение храм Тюра остается невозможным. Однако, из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро Девяти. В результате, наша цель ограничить путешествие между мирами все равно остается достигнутой. Хранитель ворона. Так, ладно, пацан молодец. Зачитал. Я думаю, что здесь ему еще есть что почитать. Ну-ка, читай. Что это значит? Ладно. О, это дуракрой. Один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йоттенхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Этого я не знаю. Так, а что мы там нам что-то еще написали? Так, 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 так. Куда идти? Этот стоит здесь. Открываем ворота, заходим. Здорово, чувак. Ну, кидай посильнее уже в него. Так, все. Ну, в эту пещеру мы, ребята, пойдем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok